Мир Божий вам, дорогие братья и сестры! Сердечно всех приветствуем! Любовь Господа нашего Иисуса Христа! И сегодня у нас уже шестой день Нового года, 6 января. У нас молительное собрание. Мы будем молиться сегодня о комитете и укралителю отделов Тихоянского объединения, о работе комитета, о ведущих пасторах поместных церквей Тихоянского объединения, чтобы в нашей церкви не вошел дух лжеучения, о правительстве США, Калифорнии и в городе, в котором мы живем. Братья будут освещать эти темы, и после каждой проповеди будут молитвы. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, молитесь конкретно о этих темах, чтобы как можно больше в этот вечер прозвучала молитв к нашему Богу. Давайте помолимся ему все вместе. Господи, мы от всей души Тебя сердечно благодарим и славим за эту дагоценную возможность вновь быть в Доме Твоем. Слава Тебе, Господи, что Ты подарил нам здоровье, возможность и желание придти сюда. И особо благодарна Тебе за Дух Твой, который ведет нас, управляет нами, и через Слово живое и истинно назидает, наставляет Церковь Твою. И в этот вечер, Господи, мы согласились молиться о том, чтобы Ты благословил на предстоящий Новый 2015 год всю нашу поместную Церковь, о всех этих различных вопросах и нуждах. И в этот вечер, Господи, мы пришли помолиться о нашем братстве, хианском объединении. Слава Тебе, что здесь столько много церквей, Господь, столько много братьев и сестер. Повтори нам единство Духа, союз мира, и благослови служение этого союза, Господи, чтобы через это единство и это служение распространялось, благая вещь по всему лицу земли. Благослови, Господь, всех членов комитета, даруй и также им мудро управлять этим большим союзом. Мы просим Тебя, Господи, о ведущих пасторах церквей нашего объединения, даруй мудрости от Тебя свыше, здоровья, защиты, охраны, пусть милость будет над ними, чтобы они правильно вели церковь, народ Твой, и защити наши церкви от лжеучений. Мы также просим Тебя, Господи, исполняя Твое повеление, молимся Тебя о правительстве нашей страны, которое ты нас приселил, о президенте, о всех департментах, Господь, о военных людях, о полиции. Мы молимся Тебя, Господь, о руководителе нашего штата Калифорнии, благослови губернатора, Господь, всех управляющих. Мы молимся Тебя о всех управляющих и нашего города Вест-Сакрамента. Благослови, Господь, и даруй мудрости им правильно решать все вопросы. Благослови и нас прославить Тебя в песнопениях наших, в молитвах наших. И особо исполни братьям, передать слово силе Духа Святого. Ты знаешь, Господи, в каких семьях сейчас трудности, переживания, скорби. Кто не имеет мира, Господь, и подчас мы бессильны что-либо сделать, но всецело доверяемся Тебе, да будет милость Твоя над нами. Тебе да будет слава, Тебе да будет честь, Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Сынский праздничный час, год прошел, год у нас. Новый год, Новый год, нам все вышли дают. Сынский праздничный час, год у нас. Сынский праздничный час, год у нас. Братья, сынский праздничный час, год у нас. Поздравляем вас! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Я бы хотел сегодня напомнить о том, о чем мы должны молиться. У нас есть программа, и в этой программе сказано, чтобы молиться о братьях. Я сейчас прочитаю молиться о комитете и руководителях отдела нашей Тихоорганской работе и о самом комитете. Это молиться не о самой установке или организации. Это организм, который необходим для руководства церквей. И каждый брат, который там стоит самый большой, самый большой, или средний, независимо, он ответственный перед Богом за его решение, за то решение, которое делает. И Бог хочет, чтобы мы с вами тоже решали домашние дела, семейные, личные. У нас так много дел, и мы не успеваем их делать. Я хочу прочесть текст Священного Писания, который здесь обозначен. Это вторая книга Моисея. Исход, 18 глава, с 18 стиха и 2 стиха ниже. Исход, 18 глава, 18, 19, 20 стихи. И я хочу немножко выше. Тут есть не 18, а 17 даже. Но честь Моисеев сказал ему, Нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ тей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправить его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет. И будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом. И представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим. Указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Научай их уставам. Друзья, дорогие, мы часто читаем Слово Божье. Часто. Но, может быть, не всегда. И если бы мы с вами изучали Слово Божье глубже, не так поспешно, не так поверхностно, мы, наверное, с вами были бы лучше христиане. Ведь, видите, наша жизнь начинается с простых отношений. С подачи руки друг к другу. Когда мы подаем руку друг к другу и приветствуем, мы должны посмотреть в глаза. И рука должна быть теплая, сердечная. Потому что это человек. Мы сегодня здороваемся, а завтра мы, может, не увидимся. И, может, никогда не увидим друг друга. Как ценными друг перед другом. Когда мы что-то делаем, самое маленькое. Но мы сейчас прочитали о том, что была ситуация в народе Божьем, когда из Египта вышел Израиль. Когда вышел из Египта Израиль, это тоже нелегко было. Вы можете представить, будем так говорить, сорваться с насиженного места. Хотя там были трудности, были опасности, смерти. Египтяне не жалели народа Божьего, евреев, не жалели. Угнетали, убивали. И народ плакал, и Бог услышал. И вот Моисей пас скот у своего тети Офара, священника Мадьянского. И вот услышал голос. Вы знаете, за куст в Израиле есть и сегодня те деревья, когда мы опускаемся к Мертвому морю, там такие пушистые как бы деревья. И вот они зажигались, зажигались. Они и сейчас зажигаются от жары, потому что там это смолистое дерево, и оно зажигается. И сгорает до самого корня. И вот Моисей увидел, что дерево горит и не сгорает. И он удивился. Ну, такое никогда я не видел. И он побежал туда посмотреть. Но не добежал до дерева, как услышал, Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, что? Земля святая. Друзья, это земля святая. Где мы стоим, где мы слушаем Божье Слово, это святое место. И мы сегодня должны бежать, для того, чтобы услышать от Бога. Кто бы ни говорил, слабый проповедник, немышленный, но он читает тоже Слово Божие. И вот известили в пустыне Моисея, что твой тесть и твоих двое мальчиков, двое детей и жена идут к тебе. Вот пришел, погостили, и написано там, что его честь принес жертву, и Арон представил эту жертву пред Богом, и Бог принял ее. И когда он увидел своего, своего зятя, что он с утра до вечера занимается судами с народом, а народ стоит, он сидит, он сказал, ну что ты делаешь? Ты утомляешь народ, ты сидишь, а народ стоит с утра до вечера, и ты судишь. Да сделай так и так, поставь разумных людей, которые могли тоже управлять, и чтобы и тебе будет хорошо, и будет хорошо тем, кто пришел студиться. Но мы сейчас с вами читали нужду на сегодняшний день. Сегодня тоже есть много тех вопросов, о которых нужно судить, рассуждать, то есть решать их. Это решает наш комитет, который теряет много времени, даже здоровье. Потому что когда мы что-то решаем, и есть вопросы сложные, нервная система срабатывает. Мы уменьшаем свою жизнь или свое здоровье. Поэтому я бы хотел сказать, что вы и я, все мы, которые знаем, что есть объединение, есть братья, которые трудятся, которые заботятся, чтобы мы молились о них, чтобы и нам было хорошо. Почему? Потому что они много перед народом, перед государством отчитываются, и надо решать такие вопросы, которые мы не можем решить. Поэтому, друзья дорогие, будем умолять Господа, чтобы в этом году все было успешно у братьев, чтобы они чувствовали наши молитвы, чтобы мы также радовались, когда все будет получаться в жизни. И, наконец, мы не знаем, сколько мы будем жить на этой земле. Мы не знаем, сколько будем, потому что все люди, которые ходят по земле, они должны умереть и в свое время. А вот в отношении готовности, в отношении всех вопросов, которые мы решаем по-домашнему, то есть о своих детях, о своих внуках, заложили ли мы в их сердца то самое важное зерно, которое прорастало бы и дало бы им веру, и вера даст плод. Вот это самое главное. Потому, друзья, как честь заметил в своем взятии недостатки, так сегодня, братья и сестры, вы замечаете в своих детях, в своих невестках недостатки. Но на сегодня очень трудно донести до наших детей, чтобы их что-то исправить. Они не особо хотят подчиняться. Они могут сказать, вы не знаете английского, вы не можете судить наши вопросы. Но английское это ни при чем. Вполне так. Разумные дети, которые воспитаны, они с удовольствием выслушают вас, хотя вы старенькие, не знаете языка, но у вас за плечами большой опыт, большая жизнь. И вы можете разделить с ними все. Предупредить их об опасности, что может быть в таких и других случаях. Поэтому, друзья, дорогие, Бог хочет, чтобы мы помогали друг другу. Когда что-то не так получается в жизни нашей, что мы подсказали вовремя. Итак, послушай Слово моих. Я дам тебе совет. И будет Бог с тобой. Когда мы даем добрые советы из книги Священного Писания или из нашего опыта, и мы делаем это от сердца, то, конечно, Бог с вами и Бог с теми, с которыми вы или я обеседуем. И еще самое главное, я хотел бы подчеркнуть вопрос о том, чтобы мы были едины. Помните, Иисус Христос завершил свою работу на земле три с половиной года, как говорят богословы. И помните первая священническая молитва, 17 глава Иоанна, да? Там Христос в своей молитве сказал, да будет все едины, да? Да будет все едино. Вот давайте будем едины, поступать так, чтобы мы друг другу нравились, чтобы мы могли посмотреть в глаза друг другом и что-то сказать доброе, чтобы не избегали. Если даже мы виноваты, будем признаваться чистосердечно. Ведь жизнь наша проходит мгновенно. И в этом году я бы хотел, чтобы мы друг другу дарили радость словом, делом, взглядом. Может быть, посещать друг друга, может быть, позвонить иногда, когда беспокоит вас сердце. А может, вы или я подумали о сестре, о братьях нехорошие. Написано, признавайтесь в проступках друг перед другом. Ну, позвоните по телефону. Узнайте у братьев, которые... У нас тоже есть братья, которые служат в этой большой, будем говорить, в нашем большом объединении Михаил Авраменко. Он тоже слабый. Он не так имеет много опыта. Ему немного лет. Еще нет и 80 лет. Он еще молодой. И если вы что-то ему подскажете, он примет, я уверен, или другие братья, присвятера, декана, или всякого человека, у которого вы заметите хоть маленький недостаток, вы не согрешите, когда скажете об этом, и они вас полюбят, они будут даже вас спрашивать, если вы дадите добрый совет. Итак, братья и сестры, мы сейчас помолимся обо всем, о себе, поблагодарим Бога снова о том, что Бог нас перевел снова в Новый год, очень неизвестный. Сегодня шатается земля от взрывов, сегодня много умирает христиан в мире, в мусульманских странах, сегодня много плачет слез и горя, а нам все-таки хорошо, слава Богу, и мы скажем, Господи, продли милость, не только над нами, но над теми, которые страдают, напишите им, позвоните им, в ту местность, где вы раньше жили, они вас, о вас будут молиться, да благослит вас Бог, давайте помолимся о братьях, которые на большом служении, или на малом, и в нашей церкви, в объединении, и нам будет приятно с нею встречаться, и они сделают гораздо больше с молитвами, чем без молитв. Да будет слава нашему Господу! Аминь! Аминь! Пусть говорят, что Бога нет, но мы-то знаем точно, что у Марии был рожден, что у Марии был рожден прекрасники святочки. Среди морозной тишины родился темной ночью, и тут волны и паспухи дарят подарки в отчество. Пусть был рожден в хлебу Господь, а не в чертогах царских, Его справляем раз число. Его справляем раз число. И дарим всем подарки. И в честь Христова раз число огни горят на елках, и веселиться детвора поется песня и веселиться. Пусть в каждом доме Рождество напомнит о младенце. И в день рождения Его, и в день рождения Его подарим с Ниму свет. Пусть в каждом доме Рождество напомнит о младенце. И в день рождения Его, и в день рождения Его, и в день рождения Его, подарим ему светит. Подарим ему светит. Светлый праздник Рождества С нетерпением ждут ребятки В этот праздник, как всегда, получают все подарки А зачем их отдают? Ведь нужны же быть причины Да, у нашего Иисуса день рождения именины Там, в далекой Палестине, древний город Вифлеем Пастухи на поле были, жгли костер, чтоб греться всем Тишина объята мраком, была ночь и отдых мил Вдруг вокруг все засияло, с неба ангел говорил Что родился в Вифлееме Божий сын Эммануил Пастухи пришли в пещеру, поклонились до земли Из далекого востока поспешили мудрецы Чтоб царя царей увидеть и подарки принесли И теперь на день рождения ходим мы с подарками И всегда нас угощают пирогами сладкими А Иисусу мы подарим наше песнопение И хвалу сердечек наших И стихотворение Аминь Спасите, я, Тися, спасите, живет От неба открылся, там он нас ждет Крепитесь, хоть тесно бывает внизу Под сильным небес, от росту слезу огня Наш Иисус родился, как малая дитя Да я слегка он смирился и возрастал, как я Родителям послушный, примером был для всех Он Слово Божье слушал и не боялся делать грех А свечников, конечно, он не обижал Он сбався к жизни вечной, в любви преуспевал Друзья, давайте будем Богу продражать И братиков, сестричек не будем обижать Аминь Песня о Христе не все пропеты Это не последний о нем стих И его лучистые заветы не укаснут при сынов людских Иисус ходил под небом звезды, прилагая людям благодать И сегодня детей и взрослых, кающихся, может он спасать В этот праздник снова мы ответим В этом мире был спаситель наш друг Чтобы счастье взрослым дать и детям От греха спасти и вечных мог Те, кто еще мало жил на свете Или прожил много дней Пойте, братья, сестры, пойте, дети Этот праздник взрослых и детей Аминь Песня о Христе Песня о Христе Песня о Христе Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь 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 Закладывается будущая жизнь на целый год в нашей церкви. Кто с каким сердцем приходит? У кого какие проблемы? Все приходят, выкладывают Господу вот это вот, а Господь, Он знает, Он сердцеведец. И вообще, церковь, мы сами знаем, что это тайна, как сказано о ней. Говорю вам тайну. Тема проповеди моей или короткого слова. Видите, очки надо одевать. О ведущих пастырях по местных церкви Тихоокеанского объединения Ивановских христиан-баптистов, чтобы в нашей церкви не вошел дух лжеучения. Читаю по программе по этой, по нашей. Послание к Титу. Первая глава, четвертый по пятый стих и девятый по одиннадцатый. Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Вот так, апостол Павел, как я тебе приказывал. Из девятого, значит, идет характеристика, каков должен быть епископ. Ну, без помарочки, вот таков должен, потому что все на него смотрят, все на него обращают внимание. Многие берут пример для доброго, а некоторые ищут какие-то что-то такое. И дальше, держащиеся истинного слова, вот это самое главное, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые домы, учат, чему не должно, из постыдной корости. Величайший из апостолов, который посвятил свою жизнь после встречи со Христом до конца служению Господу. Посвятил себя в наставлении в церквах пресвятеров, детей Божьих. Вот так деяние их написано в 20 главе с 27 стиха по 28. «Ибо я, апостол Павел, говорит, не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Какие слова! Вот так апостол Павел и жил. И до конца жизни он ходил, проповедовал, его мучили, его терзали, что только не делал. Но он говорит, ради познания превосходства Господа Иисуса Христа я все почитаю за ссор. И вот пришел момент, когда ему нужно поставить очередного служителя на острове Крити. «Тит. Кто он сам по себе? Он елен, он грек, он не из еврейского народа. От проповеди апостола Павла он покаялся. И с тех пор постоянно он следовал за Варнавой и за апостолом Павлом постоянно, где бы они ни были. Он регулярно совершал какие-то добродетели. В Иудее он помогал постоянно бедным. Видя его верность, вот такое трезвое отношение к Слову Божию, ответственное Слово Божие. Апостол Павел его поставил потрудиться и в Коринфянской церкви. А мы знаем, что это за церковь, каков там был порядок, что там, легко ли ему было. Так вот, там он служил добросовестно, в этой церкви. И далее апостол Павел, как вот мы с вами прочитали, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал». Вот это слово «приказывал». Что из себя представляет вот этот остров Крит, где поставили Тита? Легко ли там? Легче ли там, чем в Коринфянской церкви было? Вот так, если посмотреть, вот этот остров Крит находится в Средиземном море между Италией и Сирией. Это большой остров. Доносит история то до нас, что там было более ста городов. Ну, города, конечно, не такие были, как сейчас, мы знаем. Но, тем не менее, более ста городов. И вот там уже были верующие на этом острове. Апостол Павел там работал уже. И что там жили за люди, в общем-то, на этом острове? Лучше ли, чем они, вот эти коринфяне? История доносит, что они были прекрасными мореходами, моряками, поскольку жили в кругом море, отличными стрелками из лука. Но они были низтово развращенные. До такой степени моральный образ жизни их настолько был упаднический, что дальше некуда. И более того, вот там жили те, которые, вот как если мы читаем в Слове Божьем, тут же к Титу, иудеи. Вот эти обрезанные, которые ненавидели необрезанных. И они противились малейшему Слову Божьему. И вот характеристика тоже же в этой главе апостол Павел пишет про этих кретян. Это в 12 стихе. Из них же самих один стихотворец сказал, кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. О, какая характеристика! Страшное дело! Вот там находиться именно епископом. И вот собрал он, должен собрать всех вот этих верующих и поставить по всем городам пресвятеров. Нелегкое было время. Потому что там всегда-всегда, не только тогда, да и теперь идет борьба. Борьба от начала, от начала. Ведь с тех пор, как Господь Иисус Христос создал церковь свою, историю народа можно рассматривать не как время постижения истины, а как процесс постепенного утрата этой истины и отступления от этой истины. И несмотря на то, что как-то люди стараются воссоздать первохристианский образ жизни, воссоздать первохристианское вероучение, несмотря на то, что вот эти божественные истины становятся более понятными, более глубокими, тем не менее следует отмечать падение в вере. И в 18 главе, восьмым стихом, так и апостол Лукай говорит, не Лукай, а Христос говорит, «Но Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Всегда идет вот эта борьба, 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 борьба. И вот утраты вот этой веры, оно производит в человеке, в человечестве деградацию, духовную деградацию. То есть человек деформируется, становится не тем, чем должно быть. И вот Слово Божие отмечает, что это будет тяжелое время, и что люди будут охлаждать не только в вере, а и в любви, и по причине умножения беззакония во многих сердцах охладеет любовь. Так написано. Ведь цель князя тьмы – не просто прельстить, как написано в слове «берегитесь, чтобы кто вас не прельстил», но подготовить сердца людей к принятию Антихриста. Мы с вами живем сегодня в последнее время. И мы видим, видим вот это именно, насколько сейчас христиане стали охладевать вот в этой вере. И что же делать? Как и в те времена, как апостол Павел поставил Тита вот в это ответственное время, на этом ответственном острове, да и там, где христианин находится, это место всегда ответственное, там всегда идет борьба. Борьба и не просто на какую-то жизнь физическую, а чтобы человек потерял вечную вот эту жизнь. Мы сегодня с вами находимся вот в этом молитвенном собрании. Мы часто видим, как сюда записочки это самое поступает. Мы читаем эти записочки, молимся записочки об этих записочках. Но хорошо бы, если бы мы с вами почаще молились. Не просто так вот для галочки как-то это самое. Вот я должен помолиться и все, и все молчите. Нет. В смирении вот именно помолиться. Вот мы с вами прочитали именно насчет, я хотел бы отметить, как я тебе приказал. Апостол Павел мог приказать. И Тит его послушался, потому что знал, что не на апостоле Павле заключается или замыкается вот это слово, а то, что он, апостол Павел, получил это слово, это повеление выше от самого Господа Бога. Поэтому, конечно, Тит совершенно не противился. Не написано, что он наказал, там поставить и все. Приказал. Вот это приказал. А что такое приказ? Это официальное указание, подлежащее неукоснительному исполнению. Вот это приказ. И за исполняем этого приказа стоит жизнь вечная. Сам Господь Бог, Он наблюдает именно за исполнением вот этого приказа. Вот. О ведущих пасторах поместных церквей Тихоокеанского объединения. В ведущих пасторах. Почему отмечены ведущие пастора? Да, все пастора. Мы их любим, мы их слушаемся, мы знаем все. О ведущих пасторах. Это особенная ответственность. Это на них вот именно замыкаются все проблемы, которые у нас есть. Мы вот сидим в собрании сейчас, спокойненько, приходим домой, отдыхаем, планируем что-то такое. Ведущий пастор не имеет такой возможности, чтобы прийти вот так и отдыхать. Нет, он всегда телефон, кто-то что-то звонит там, или еще что-то такое. Нет, мы планируем на завтра или на послезавтра, еще что-то такое. Он не имеет права, он не может планировать. Все непредсказуемо. Кто-то заболел, кто-то взял, кто-то стал умирать там, или еще что-то такое. Все звонят, звонки, звонки, звонки. Поехал на другой конец земного шара по каким-то делам, и там тоже проблемы. И туда звонят, одним словом, днем и ночью. Нет покоя. И они нуждаются, нуждаются в молитвенной поддержке. Я ни разу не слышал вот то, что вот наши пастори подали записочку, помолитесь там, то, что такое, о какой-то проблеме. Они молятся. Молятся и больше нас молятся. И молятся они со своими семьями, молятся со своими близкими, такими родными. Это действительно так. Но нужно особенно-особенно вот нам всем здесь именно молиться за то, чтобы Бог дал силу вот этим ведущим пасторам свершать труд, который назначил Господь. Знаете, помощникам, или пресс-фитера, или кого-ли там, в общем, любым помощникам легче быть. Легче. Я получил указание, я это делаю. Но если я не сделал, все равно эта проблема замыкается на ведущем пресс-фитере. Все шишки на него, как мы говорим. Все. И хорошее, и плохое, а больше плохое. И многие подсиживают. И прочее, прочее. Поэтому, как вот написано в 1 Фислоникице, это Фислоникицам, апостол Павел буквально-буквально говорит, молитесь, братья, и о нас. Молитесь, братья, и о нас. Вот эта вот молитва, она на сегодняшний день, ну, настолько-настолько стала пренебрегаемая. Нет, есть у нас искренние молитвники. Слава Богу, это так. Но как-то она имеет какое-то вроде как второстепенное значение. А хотя на молитве святых держится мир, и до тех пор, пока вот эти молитвенники здесь, на этом земном шаре есть, то они являются балансом на вот этих, на мировых часах времени. Пока есть церковь здесь, которая молится. Мир этот живет, солнце еще светит, и все, несмотря на то, что бушует буквально вокруг церкви все, это все идет на церковь. Все на церковь. Ради того, чтобы уничтожить церковь. Но Господь сказал, врата ада не одолеют ее. о ведущих прессивитерах Тихоокеянского объединения, да и не только Тихоокеянского объединения, о всех тех, которых мы и не знаем, какую нагрузку они несут. Вот в тяжелых сейчас местах вот этих страшных прессивитеры не убежали, они там находятся, к ним обращаются, на них смотрят, остаются они там на месте. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы действительно, живя в это последнее время, прежде всего, должны делать акцент на том, чтобы ведущие прессивитеры, наш прессивитер, он мог, как вот написано, я хочу вам прочитать из 13 главы, и хотелось бы, чтобы мы впоследствии, в течение этого года просто молились это и никогда не забывали. Это с 13 главы, 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхали, ибо это для вас неполезно, то есть воздыхать неполезно. Написано, радуйтесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Отца Небесного. Духа не угошайте, пророчества не учижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, и тогда ваш дух, душа и тело во всей целостности до сохранятся в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, дорогие, вот я работал на авиационном заводе, каждый самолет, любой самолет имеет статразрядники, статическое и электрическое, электричество. Когда самолет летит, он накапливает большой потенциал энергии, и вот этот потенциал энергии, он скатывается вот с этих статических статразрядников. И прежде, чем коснуться самолета Земли, у него, он касается статразрядников, самолет разряжается, и безопасно человек может к самолету подходить. Были случаи, такие редкие, но были случаи, когда вот эти статразрядники, он не коснулся Земли, самолет не разрядился, и тот, кто обслуживает самолет, первый подошел к нему, дотронулся, он сгорел буквально, вот такое напряжение там. Поэтому я часто иногда сравниваю вот ведущего пресс-фитера как статразрядник. На котором все буквально замыкается. И если только он будет поражен, то беда. Поэтому, дорогие братья, мы с вами, и сестры, мы с вами не просто христиане, не просто вот здесь сидящие, а и физические, и духовные, и временные, и вечные. мы являемся детьми Божьими, и наше жительство на небесах, поэтому мы с вами, дорогие, будем ценить именно вот эти молитвенные собрания, и если Бог нам даст подобиться до шестнадцатого года желание сердца нашего, чтобы больше в нашем собрании было людей. Ведь много проблем, они решаются только в молитве. Да благословит вас Господь и Бог, и да помилует нас всех. Слава Ему! Аминь! Вот Новый год порог переступил, грядущий двадцать первого столетия. Кому-то дни недолгие пробил, кому-то год прибавит к долголетию. Одним год в жизни радость принесет, другим же горечь даст до дна изведать. Но всем желают счастья в Новый год. Об этом счастье хочется поведать. Без Бога на земле нам счастья нет, и жизнь без Бога не имеет смысла. Она как краткий и бесцельный пустоцвет, миг вечности без высшей Божьей мысли. Без Бога непонятен этот мир, и вся Вселенная для нас загадка. И процветающий неверий кумир не объяснит такого стройного порядка. Ты отрицаешь Бога от того, что не задумался о Нем ни разу, не осознал серьезно ничего, хотя для этого тебе дан Богом разум. все ожидаешь сверхъестественных чудес, не замечая удивительное рядом, такое очевидное, везде невероятное, людским пытливым взглядом. Ты заявляешь смелости своей, что покорил пространство и природу. Ах, как несчастен ты средь всех людей, перед стихией, жизненной невзгодой. Да, ты проник в космическую высь, из недр земли ты черпаешь богатство по воле Созидателя чудес. Бог человеку сам вручил земное царство. Ты приоткрыл завесу тайн земли, и к этому тебя вели тысячелетия. Ты часть открыл. Но кто же сотворил законы тяготения, тайны эти? И вот тебе один простой совет. На все, что видишь, ты познаешь отныне. Дай основательный, прямой ответ. Откуда? Для чего? И в чем причина? И лишь познание вечного Творца все расставляет на свои ступени и мир тогда без края и конца становится реальным вне сомнения. Бог жизни свет им счастливы сердца. И в Новый год на рубеже начала не отвернись от Божьего лица. Душа ведь ждет желанного причала. И истинное счастье только в том, чтобы отдаться Божьему веленью и откровенья под святым его перстом наполнит нашу жизнь благоговеньем. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова О, ну, ты, куда вы летите, вы містные, чем птицей полет. Скажите, погода скажите, что в жизни меня еще ждет. Годы летят, быстро летят, быстро, быстро летят. О, Годы, куда вы летите, Господь положил по пределам. Но разве того бы желаем, чтоб я в прошедшем жалею? Годы летят, быстро летят, быстро, быстро летят. О, Годы, куда вы летите, нельзя вас назад возвратить. Славей бы, стратой учитель, разумным и бережным быть. Годы летят, быстро летят, быстро, так быстро летят. О, Годы, летите, летите, но только всех сердцем прошу. Любовь, радость людям несите, для добрым лишь девушек хочу. Годы летят, быстро летят, быстро, так быстро летят. О, Годы, летят, быстро летят, быстро летят. О, Годы летите, летите, горелием и светом полны. Мы, жаждущим всем возместителем По вечной крестовой любви Воды летят, быстро летят Быстро, так быстро летят Дорогие братья и сестры, в свою очередь тоже желаю поздравить вас с Рождеством Христовым и Новым Годом. Сегодня у нас последний день молитвенного, можно сказать, часа, или молитвенного собрания. Прошло 7 дней, 6 дней Нового Года. Молитва начала с 31 декабря. За этих 7 дней прошло 27 молитв, можно сказать. Но в этой каждой молитве еще, можно сказать, под пункт был 2 или 3 пункта было. Это довольно много и довольно серьезное, довольно важное служение. И оно очень необходимое, как уже братья перед этим говорили, что это то, что сегодня как будто закладывается фундамент. Без фундамента ничего не устоит и не устояло, и в будущем тоже ничего никогда не будет строиться без фундамента. Молитва — это сила. В заключении нашего молитвенного служения или молитвенных дней последняя тема о правительстве США, Калифорнии и городе, в котором мы живем. Я прочитаю место Священного Писания. Мне особо дорого читать из этой книги, церковная книга, потому что она, знаете, мне напоминает она, как подали когда-то книгу Иисусу Христу. Помните, да? Он прочитал, взял книгу, законно прочитал и сел и начал изъяснять. Мы прочитаем место Священного Писания, записанное. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмотежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Стих 4. На первый взгляд, казалось бы, что-то тут не так начиналось бы, ну не так бы начать бы эти стихи. Итак, прежде всего нужно молиться, мы бы сказали бы молитвой, Отче наш, ну правильно, да? Отче наш, очень главная молитва, серьезная молитва, тем более она дана самим Иисусом Христом. Но здесь после этих слов написано, прежде всего, как бы хочется вставить всякого дела, не забудьте помолиться. Прежде любого дела не забудьте помолиться. Помолиться о чем? О ком? Для чего? Написано о всех человеках. Как часто совершаются молитвы мною о всех человеках на этой земле. Я часто молюсь о своей жене, о своих детях, о родственниках, о церкви, но о всех человеках. А Писание говорит, что мы должны молиться о всех человеках, потому что мы прочитали 4 стих. Бог желает, чтобы все люди спаслись. Вот важность в чем наших молитв о всех человеках, чтобы они приняли Иисуса Христа как своего спасителя, как нашего спасителя. Мы прочитали, что здесь написано, что мы должны молиться и о царях. Это о президентах на сегодняшний день, о их заместителях. Мы сегодня не собрались для того, чтобы прочитать какую-то перечень всего говерментского состава, начиная от президента и заканчивая, может быть, самым нашим начальником на работе. Нет, мы не для этого. Мы сегодня собрались для того, чтобы мы могли научиться и понять важность, значение наших молитв, почему мы должны молиться об этих людях. И что нам принесет, какой нам принесет на пользу, и что мы будем с этого иметь. И о президентах молиться надо, потому что вся власть, Писание говорит, от Бога. Зачастую президент не таков. Я не знаю, о чем сегодня молится, например, какая-то, может быть, часть Украины, которым не понравился тот или иной президент в данной ситуации. Вот мы говорим, наш президент был до этого лучше и потом хуже. Я помню в свое время, когда-то умер Брежнев. Я думал, что уже пришел конец света. Это было траурное состояние нашей страны. Кто это помнит, да? Вроде бы говорили, плохо было, но когда пошел там следующий, пошел следующий, говорили, как хорошо было при Брежневе. Но это так, из нашего, кто еще помнит, дети много, малыши много об этом не знают. Это бывший президент Большого Советского Союза, дети для вас. И как важно все-таки нам понимать важное значение в том времени, в котором мы находимся. Важность заключается всего лишь в одном. Нам нужно молиться о президенте. В президенте нашей страны, о президентах всех, которые управляют всеми странами. Потому что в каждой стране есть такие люди, как и мы, христиане, молящиеся Богу. И поэтому наши молитвы и их молитвы должны быть соединены общей молитвою. Написано еще так же, что мы должны молиться за всех начальствующих. Я думал, что сегодня собрание будет переполненное. У нас столько много рабочих людей, да? Я сам рабочий. Я думал, сегодня придут в основном рабочие люди, которые помолятся о своем начальнике. Кто-то может помолиться к Господе. Благодарю Тебя, как мы сейчас прочитали. Молитва прощения. Пошли начальнику доброго с положения ко мне. Ты видишь, как он меня ущемляет или чем-то меня еще не так относится ко мне. У нас часто бывают такие молитвы, да? Вот во время текущего года. Помолитесь о моем начальнике. Помолитесь за моего начальника. Где-то что-то не так происходит. Как хотелось бы сегодня таких слышать людей. Вот их молитвы, о которых церковь молилась, потому что там третья говорит. И благодарить мы должны моление, прощение, прощение, моление и благодарение. Тогда, когда уже мы начинаем умолять Бога, и когда мы просим церковь умолить моего начальника, чтобы Бог умолил его, я хочу сказать, что это довольно поздная молитва уже. Молиться нужно намного раньше. Молитва прощения, она намного лучше. Она несет с собой благословение для меня, для моего начальника. Молитва, моление, это уже трудность, значит, какая-то есть, что нужно умолять Бога, Господи, Но сделай ты что-нибудь и разреши этот вопрос. Ну как, насколько важна еще молитва благодарения, с благодарением. Если сегодня мой начальник хороший, а кто у нас на сегодняшний день находится без начальника? Я могу сказать, что никто. Никто на сегодняшний день не находится без начальника или без начальства еще. От самого первого дня рождения кто принимал роды? Врач. Он был начальником. Как не поболарить за такого начальника? Пошли идите в школу. Директор школы, начальник, учителя, которые у тебя участвуют. Пошли дальше в учебное заведение. Там тоже есть директора или принципы по-английски называются. За них нужно молиться. Многие из нас приехали сюда, ни одного дня не проработали. Ни одного даже часа, может быть, получают прекрасный ССА или Пенсию, по-русски говорят. Где сегодня эти люди, которые должны сегодня быть в зале, чтобы поблагодарить Господа за этих начальствующих? Я не знаю еще такой страны, как такая страна Америка, в которой мы живем. Куда не позвонишь с друзьями, а у нас в стране, говорят, не так. А вот это у вас есть, да, а у нас не так. У них нет такого, что есть у нас. Где эти молитвы благодарности? Где этот народ, который должен сегодня благодарить? Сегодня день не последний. Сегодня день важный, но следующие дни будут не менее важные. Если сегодня молится вся церковь или церковь, к большому сожалению, на сегодняшний день немногие церкви еще молятся недельной молитвой. Уже многие даже... А что такое? Ну как, ну каждый день мы молимся в шесть дневном году, один год старый. А у нас этого нет уже. Нет уже во многих церквах этих молитв. Ну хотя они у нас и есть, у нас уже, может, многие устали. Ну, долгую неделю молиться, правда. А когда начальник будет тебя доставать день за днем, мне кажется, это будет еще намного дольше. И поэтому у нас сегодня каждый, у каждого есть начальник, кто находится на производстве, как важно молиться. Если он хороший, благодари Бога. Если имеется какая-то трудность, спроси Господа о помощи. И нужно прийти на это в этот день, поблагодарить, попросить, а может даже умолять уже Бога Господи, что-нибудь сделаем. Ибо это хорошо и угодно, спасителю нашему. Но перед этим еще очень важные слова, относящиеся лично для нашего благословения. Чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, благочестие, чистоте. Ну, кто не хочет такой жизни? Кому хочется хоть какая-то суета или озабоченность, какая-то трудность или неразрешимость? Благочестие, такое простое слово, это богобоязненность для христианского или для библейского языка. А в народе оно применяется как просто страх, уважение или полная подчиненность, неукоризненность. Богобоязненность, а Биове сказано, что был он человек богобоязненный, удаляющийся от зла. И вот для такого дела, чтобы сегодня нам молиться, чтобы нам потом проводить жизнь, не Господи, опять проблема, срезали пенсию, не дали ИССАИ, начальник выгоняет нам с работы, сказал, что уволит. Сегодня нужно нам молиться, и не только сегодня, и не переставать молиться. И в этом мы находим волю Божию, потому что он в этом видит свою волю, потому что он желает, чтобы даже те, кто, может быть, причиняет нам какой-то вред, на наш взгляд кажется, чтобы они также могли иметь примирение с Богом. Следующий текст Священного Писания мы прочитаем в книгу Неемия. Немножко трудно, здесь полная Библия. Книга Неемия, первая глава, со 2 по 4 стих. В этой Библии не оказалась страницы. Ездра и первой, я извиняюсь. Библия полная, но страницы не оказалось, на это я не рассчитал. Мы прочитаем книгу Неемия. Первая глава, со 2 по 4 стих. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из иудеев, и спросил их, я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и унижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота я сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, молился пред Богом Небесным». Что мы можем найти полезного на сегодняшний день или поучительного из этих слов? Пророк Неемия, когда услышал о том, что народ израильский и иудеи находятся в пленении, он хотел знать больше информации, что сейчас в данный момент, в каком положении находится народ. И ему сказали, что народ находится там, который остался еще в великом бедствии и уничижении, и стены Иерусалима разрушены. Он не побежал к президенту или к царю, он стал переживать. Переживание заключалось в том, что он не перестал молиться и не начал паститься. Вот в чем заключается сила переживания за свой народ. Если сегодня у нас не присутствует вся церковь, у нас тоже есть прекрасное сегодня право и положение молиться, потому что сила Божия совершается в немощи. Если нас мало, это не говорит о том, что молитва будет слабая или немощная или недостаточная, сила Божия совершается в немощи. И поэтому, как Ниеме обратил свое внимание на народ, находящийся в плену, так же само и мы должны понимать важность и значение. На тот плен, этот был плен, можно сказать, похожий на наш плен. Мы живем в свободной стране, и, казалось бы, плена нет. И нам, может быть, нет необходимости сейчас говорить о этом плену. На сегодняшний день плен намного больше имеет свое значение. Я не хотел бы никого сегодня огорчить, но сегодня плен суеты, согласитесь, это большое пленение. Сегодня очень многие могут не иметь возможности или не могут прийти по состоянию, что находится в плену суеты, занятость, которая так необходима, так важна, и именно сегодня, именно в этот час. Об этом тоже нужно молиться. Может, кто-то за сегодня уже по усталости не может приходить сюда, потому что сколько же можно молиться. Это тоже плен усталости. Ну, не два же дня. Почему неделю? Ну, два дня помолиться. Это тоже плен. И таких пленов может быть много на сегодняшний день. И они сегодня еще есть. Как я уже сказал, а почему в той церкви нету, а у нас есть? И зачем это нам надо? Все равно туда никто не приходит. Приходит. Приходит, как брат уже сказал, вот пробыв на этих всех молитвенных собраниях. Слава Богу! Что есть такое возможность, что есть такое желание находиться и быть свободным от этих пленов, которые я уже причислил. Их можно еще много-много перечислить, потому что они составляют реальность плена нашей человеческой души. Но не будем унывать. Будем подобны Неемию молиться, поститься и просить Господа, чтобы он оказал помощь нашим братьям. Особенно мы сегодня собрались для того, чтобы молиться о нашем начальстве, о наших начальствующих, о президентах наших. И последнее место, которое я хочу прочитать вместе с вами. Оно записано в книге Малахии, 1 глава 7. И я для всякого случая возьму из своей Библии, прочитаю. Малахии, 1 глава, 6 по 8 стих. Сын чтит отца и раб господина своего. Я отец, если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благовение предо мной? Говорит Господь Савов. Вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднесите это своему князю. Будет ли он доволен Тобой и благосклонно ли примет Тебя? Говорит Господь Савов. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас Господь. И когда такой же исходит из рук ваших и так далее. Да, вы знаете, в то время, казалось бы, трудно было и труднее было. Вообще, в сущности, у священника не было стадов. Не было полей, на которых бы выращивались там хлебные все угодья. Все это приносило в церковь те, кто приходил в храм для жертвоприношения. И священника долг был, конечно, вы все это осмотреть. Чтоб не было, как мы прочитали, ни хромое, ни увечное, ни больное. И хлеб, чтобы был не помятый, например, да, скажем, чтобы он был так свежеспеченный. Чтобы он выглядел правильно и хорошо. Это был долг священника. Но здесь вина священника в том, что священник, как бы, недосмотр священнический был в этом. Но я хочу сказать, что в сегодняшний день мы намного в тяжелом положении. В тяжелейшем положении и в важном положении находимся, чем в те времена. Можно было взять овцу, идти в церковь. Хорошую взял овцу, привел, повел. По дороге она получила травму. Ну, что делать с этой овцой? Ну, священника попросил. Ну, вот шел, было хорошо, получил травму. Ну, примил же, как есть. Ну, принял священник. А Бог говорит, хромое, больное, не принимай от вас. Сегодня мы с вами, цари и священники, царственное священство писает нас, говорит. И сегодня, если я в те времена, я бы только принес овцу и отдал священнику, а пускай священник разбирается с ней, приносит Богу жертву, молится. Я только буду присутствовать сегодня, каждому дано право молиться. Вы чувствуете, какая важная ответственность на каждом из нас сегодня? Мы имеем каждый право молиться. И теперь не та овца с хромой ногой, например, сегодня чиста ли моя рука, чиста ли моя нога, имея какую-то болезнь в душе, душевную болезнь, предстоять пред Богом. На сегодняшний день я считаю, что нужно было бы сказать пастору, ведущему служения, сказать, кто сегодня ехал в собрание, и может вас обогнали, немножко вас поджали, и вы его обрыгали, вы не уйдетесь не в мире, вы должны выйти из этого зала. Сегодня те, кто не примирен с мужем, или муж не примирен с женой, или жена с мужем примирены, вы не можете сегодня. Я не могу просить благословения, я не могу сегодня воздевать свои руки, выйти из этого зала. Сколько бы осталось на сегодняшний день в нашем зале? У нас так не делается. Но это не снимает положение. Братья и сестры, сегодня очень важна ответственность лежит на нас, намного больше, чем те времена, которые, ну, священник пусть он и снесет, с них Бог и разберется. Бог сегодня разбирается с каждым из нас. И поэтому наши молитвы, они очень важны, как за служителей, за наших президентов, за наших начальников, и за нас самих, чтобы молитвы наши были услышаны. Они должны быть чисты. Руки, сердца наши должны быть чисты, без пятен, без всяких пороков. И если мы что-то пришли сюда, принесли с собою, мы должны оставить у порога дома молитвенного, «Господь, вот сегодня я вхожу в Твой дом, очисти меня от этого». Потому что сегодня не только мне нужно будет молиться, сегодня за меня будет молиться служитель, пастор будет молиться. И чтобы не подставить его под то наказание, которое было сказано, вы священники, вы приносите не так, как должно приносить. Ведь как сегодня проверить тебя, как сегодня проверить меня? Мы должны сегодня приходить в чистоте, в святости, в непорожности божественной, в богобоязанности пред Богом, с полной ответственностью, что пастору это на сегодня нам много труднее нести, вот такие вот приносить на алтарь жертвенника молитвы, чтобы еще Бог услышал и ответил, а не упрекнул, что вы это совершаете недостойно, не проверив свое стадо. Да благословит нас Господь в этом. Выслушайте слова, выслушав все слова, которые произносились в течение этих семи дней, попросите у Бога прощения, милости, и чтобы Он преклонил свое ухо, как вот мы, можно прочитать, прочитайте дома, и неемя, и книга Малахия говорит, что Господи, мы согрешили, и я, и дом отца моего, и народ мой, прости нас, Господи, и поведи нас своей тропою, той тропою, чтобы твое ухо было преклонено к молитвам нашим, и чтобы молитвы наши были услышаны и отвечены твоим отцовским благословением. Да благословит нас всех Господь. Аминь. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok И Спаситель наш придет Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за эту всю неделю, когда мы были в Доме молитвы, и каждую тему, каждой теме мы молились, чтобы Ты благословил всех нас и в Новом году. Мы не знаем, что Он принесет, но мы знаем, что Ты с нами. Ибо Ты родился, и некогда ангелы воспевали славу Тебе. И ангел сказал, что родился Ты, наш Спаситель, Эммануил, Ты с нами. Хвала Тебе за это. И мы просим Тебя, Господи, и за сегодняшний час молитвы, что мы молились о нашем объединении всех церквей, комитете, который руководит церквами, благослови их, надели их мудростью свыше, чтобы во всем было единство и любовь и в церквах, и среди рабочего комитета. Господи, мы молимся и молились также за пастырей, ведущих церквей, и также нашей церкви. Благослови, Господь, и даруй, чтобы, Господи, трудиться для Тебя, быть всегда образцом для наших, Господи, братьев и сестер, быть внимательными, и Дух Святой, чтобы руководил, чтобы также и в нашей церкви было единство, мир, согласие. Наделяй, Господи, мудростью свыше от Тебя, Божий любящий. И в сей час я еще молитву хочу вознести вместе с церковью. Вот сейчас Михаил Юрович поехал и также Петр Николаевич в одну семью. Господи, прибудьте с ними там, где они находятся. Дай им силы, ведения, и также в той семье подкрепи физически и духовно услышь молитву. И также молитва наша о нашем городе, о нашем штате, о нашей стране, в которой мы живем. Благослови Твоим благословением, Господи, и президента, и всех там, Господи, весь парламент, чтобы они имели страх пред Тобою, потому что Ты взыщешь. Также начальству ищи, где работают наши дети, внуки. Огради Твою ограду и дай им также страх пред Тобою. Мы молим, просим Тебя и за тех, которые, Господи, в колледжах, в университетах, в школах. Благослови наше наследие, чтобы они могли внимать добрым словам. А те, которые, может быть, не покараются, Ты сам обличи, услышь. И мы благодарны Тебе за город и за страну, где мы имеем тишину, спокойствие и мир. Слава Тебе за это. И за то, что Ты даешь все потребность для жизни и благочестия. Благослови, чтобы мы всегда были благодарны Тебе, что Ты заботишься и печешься о нас. Слава Тебе и в этот час, Господи, также благослови и там мир. Пошли этот мир на Украине. Услышь молитву, где происходят эти войны. Защити народ Твой также. Будь милостив к этой просьбе. И благослови нас, когда мы разойдемся по своим домам, поедем в дороге. Ты также сохрани от всяких бед и несчастья. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. 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 Продолжение следует...